Меня проинформировали, товарищи, и вы уже усвоили право так глубоко, что на нем уже не надо останавливаться. Конечно, я бы спросил, что такое право, кто-нибудь скажет сразу. Право это что? Сидите с этим товарищем все время, он знает. Вы правильно сели. Надо сделать правильный выбор, и все будет хорошо. Возведенный закон воли господствующего класса. Так, ну а кто-нибудь что-нибудь скажет про права человека в порядке проверки? Права человека это что такое? Это право. В чем состоят права человека? Возможности осуществлять какие-то волевые решения. Возможности осуществлять какие-то волевые решения. А вот вверх справа на жизнь. Какие там волевые решения младенец осуществляет, если он рождается? Это воля чья? Больки? А, а он осуществляет. Есть там кто определяет, а есть кто осуществляет. А какие там такие права человека? А не помните, а кто провозгласил-то права человека? А? Не слышу. Ну кто их провозгласил? Вот мы с вами изучали, изучали классы, классовый подход, классовую борьбу. Это какой класс провозгласил права человека? Буржуазия. Ну так а что вы тогда как? Я спрашиваю, кто его провозгласил. Буржуазия. Ну так они и носят соответствующий характер. Вот и в чем они состоят-то? В какой это была революция? Буржуазная какая? Ну буржуазных было много. Какая? В какой стране? Франция. Как называлась декларация? Прав человека и гражданина. Вот прав человека и гражданина. Великую французскую буржуазную революцию. Так? Ну и в чем состоят эти права? А? То есть вот право на жизнь у вас появилось. А раньше не было права на жизнь? А что значит право на жизнь? Как вы понимаете? Вот только что вы мне объяснили вот с того края, что право это возведенные в закон воли господствующего класса. Вот господствующий класс. Вам жизнь даровать что ли? А что такое? А ну что это означает право на жизнь? Ну вот объясните мне. Не позволяет существовать. Еще бы не хватало, чтобы он даже существовать не позволял. Вот, скажем, рабовладельческое общество. Могло сказать, что оно дает право на жизнь? Нет. Нет. Нет, людям дает. А просто если вам не дает, так вы же не человек, вы рабыня. Правильно? Право на жизнь ничего больше не означает, что просто так вот убивать нельзя. Это не рабы. И больше ничего. Ничего хорошего тут нету особенного. А разве право на жизнь феодалам не дали? Ну при феодальном строе можно было убивать крестьян? Нельзя. Значит, буржуазия украла у феодалов священное право на жизнь. И выдала за свое. Вот буржуазия всегда начинает приватизаться. Все с приватизации. Вот она приватизировала это право. Хотя это право прогласило. А что без этого права, если бы ее не прогласили, а жизнь нуждается в этом праве? Еще право надо на жизнь. Это не оскорбительно для вас? А вы имеете? Вот вы живете, я подойду. А вы гражданка права на жизнь имеете? Или не имеете? Покажите документ, по которому вы имеете право на жизнь. Вот у этой девушки есть документ. Я смотрел. А у вас нет. А вы где такие купили документы, которые себе катили? Чем купить? Есть у вас? Только покажите документы, что у вас есть право на жизнь. А я ее не отнимаю. Оно неотъемлемое. Я ее не отнимаю. Ну пусть покажет. Пусть пока. Неотъемлемое. Что это? Да голова неотъемлемая. Неотъемлемая. Жизнь отнимает. Вы что, не знаете? Вы говорите, читаете. Каждый день у нас сообщение, что в таком-то селе или городе объявлена контртеррористическая операция. И террористов убили. Что неотъемлемо? Что тут неотъемлемо? Убили террористов или нет? Убили. Ну так а что неотъемлемые? Как вы понимаете? А то есть неотъемлемое от них, надо их убить. Как вы еще понимаете неотъемлемых? Я не очень понимаю. Но я буржуазию понимаю. Им нужно для украшения, дескать. Вот она придумала, что якобы она это провозгласила красиво. А что еще она провозгласила наряду с этим? Права человека и гражданина, что входит? Права шоу. Да нет, такого скучного высказывания нету в такой красивой декларации. Право свободного выбора. Или повеситься, или утопиться, или застрелиться. Право свободного выбора. Подходит под это понятное? Свобода совести. Свобода. Если с пациентом. Ну есть там, да есть. Но это не самое главное для буржуазии. Вы что, не представляете интересы буржуазии? На собственности. Да, на частную несобственность. Право собственности у всех, да, есть и у всех. Только собственность не у всех. А право есть. Какая собственность-то произошла? Частная. Ну частная, вот. Вот уже это... Поэтому надо что-то красивое было сказать. А потом сказать, на частную собственность. Дальше еще. На искание счастья. А как ищут счастья? Раз и уехали в другую страну. Мама заболела? Поехали к другой маме родине. А когда мама разбогатеет, можно и приехать. Это право на искание счастья. Правильно? А что вы здесь сидите? Вот товарищ приехал сюда. В соответствии с правом на искание счастья. И счастлив сидит. Смотрите, улыбается. А там бы его заставили работать. Хорошее право. Он не против. Мы тоже не против. Так. Еще там что есть? Свободная печать. Вот печать свободная. Это что значит? Если вы не то напечатаете, что будет? Ничего. Как ничего? Изымут. Не то. Печатайте то, что нам не нравится, изымем. То есть вы свободно печатаете, а мы у вас свободно изымаем то, что нам не нравится. Это же свобода. Она же всесторонняя. Вот хотите сейчас? Вот пишите, что хотите, а я потом возьму все это, заберу и порву. Вы имеете право писать? Я имею право. У нас на экзамене будет полная свобода. Вы свободно говорите, что хотите, а я свободно ставлю, что хочу. Но это же свобода абсолютная причем. Обе стороны абсолютно свободны. А некоторые находятся люди, которые хотят, чтобы какой-то критерий был на этом экзамене. Не надо это ничего. Вот свобода. Вот что характерно. Это же декларация, декларативное приглашение всяких свобод. Так у вас какая-то глубокая мысль была. Надо ее не потерять. На неприкосновенность личности права. На неприкосновенность личности. Как это выражается у нас сейчас в законах? Что мы имеем право войти к вам только на основании закона. Закон принят, и возьмем, и войдем. И личность ваша неприкосновенная, наручники оденем и отведем куда надо. И будете сидеть в СИЗО. В чем еще выражается неприкосновенность? Можем браслет навесить, и тогда выпустить вас под домашним арестом, будете ходить. А я буду смотреть на монитор и смотреть, где вы гуляете. Тоже неприкосновенность личности. СИЗО, это же вы же свободные, СИЗО. Это же необвиняемые. Во-первых, вы необвиняемые, если еще не предъявили обвинение. Значит, вы еще не обвиняемые. А кто вы? Нет, сначала вы задержанные. Задержанные. Потом вы, когда предъявят, будете обвиняемые. Тогда у вас в свободу появляются защиты. За любые деньги можете себя нанять, любого адвоката, и защищайтесь. Так, потом, после этого будет суд. Тогда вы будете кто? Подсудимые. И если вам повезет, освобожденные, в зале суда. А если не повезет, будете? Нет, обвиняемые уже были. Осужденные вы будете уже. Вот, вы уже все стадии свободы изучили. Они тесно связаны с лишением свободы. Все эти стадии. Вот и вся неприкосновенность. В какой стране неприкосновенна личность, чтобы нельзя было ее арестовать, судить? Или застрелить прямо на улице, как в Америке. Раз и застрелили. Личность неприкосновенна? А зачем к ней прикасаться? Сейчас есть такое оружие, которое на большом расстоянии. Вон, гражданин собрал 150 разных видов оружия. И стал по фестивалю стрелять. 170 человек убил. Вот там свобода. Нам до этой свободы, и вам до этой свободы далеко. У вас такого нет. Ну, что там хорошего еще есть в этой декларации? Так, хорошо. Это декларация Великой Французской Буржуазной Революции. А вот у нас была Великая Советская Пролетарская Революция. У нее была декларация или нет? Была. Была. Декларация была трудящегося эксплуатирования. Вот дает. Учитесь. Это вы его научили, что ли? Удивительно. Ну, и что там я имею право? Удал на... На смерть? Нет. На труд? На труд. То есть трудиться, трудиться и трудиться. Эти свободные ходят, а я должен на них трудиться. Они по этой декларации живут, я по этой. Так в чем смысл-то? Это в декларации написано, это трудящиеся эксплуатируемого народа. Ну, декларация, это должно быть что-то такое красивое же. Ну, вы когда вот идете на лекции, одеваете красивое платье и так далее. Декларация, это что-то такое красивое. Так что? Вот, ладно, нельзя требовать. Человек вот сделал, в науку внес вклад, и все. Не надо от него требовать большего. Вот сосед, он может что-нибудь продвинуть в науку вперед? Что там такое в декларации? Он ищет, он вместо того, чтобы он решил посвятить себя интернету. Найти декларацию. Найти декларацию хочет. Здорово придумано. То есть здесь сначала искал, потом стал искать в интернете. Так, а кто-нибудь может сказать, в чем смысл этой декларации? Ну, а что, нельзя вывести декларацию из смысла, вот у вас попытки уже были, из смысла интересов этого класса нового, который победил. Наверное, у него какой-то смысл есть. Ну, вот буржуазия, она что, в декларации провозгласила, чтобы только во Франции были эти права такие буржуазные? Или во всем мире были? Ну, так о чем хуже эта пролетарская революция? Она что же, наверное, что-нибудь провозгласила? Для всех, а не только для себя. Что тогда провозглашать? Вы делайте у себя в России, и будьте здоровы. Такая же декларация, это на весь мир. А что тогда во всем мире? Ну, что во всем мире должно быть? А? Свободу трудящихся. Свободу трудящихся, правильно. Социализм на всей земле надо установить. Вот в Китае устанавливают. Медленно идет. Говорят, нам сто лет надо. Потому что за сто лет неизвестно, что случится. По крайней мере, для любого руководителя достаточное время. И уже итоги не подведешь. Ну, смысл, что каждый имеет право на свободный труд. Да и уничтожение эксплуатации. И уничтожение эксплуатации. Эксплуатация уничтожается или нет? Тут проглашается частная собственность, а здесь уничтожение эксплуатации. Прямо противоположная декларация. Хорошо. Ну, вот выяснили мы. С правами более-менее разобрались. Так, теперь права, которые декларации проглашает трудящийся эксплуатированный народ, они должны быть обеспечены? Да. А вот эти права должны быть обеспечены? Нет. Вот Чернышевский рассказывал про права человека. Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. И все. Вот вы имеете право на отличную оценку на экзамене. Если получите отличную оценку, то и получите. Ну, если не получите, то и не получите. Вот и весь смысл этого права. А какое еще имеет право? Смысл? Бомж имеет право на жилье? Да. Конечно. Такое же точно, как и тот, кто живет не в квартире. А как это сейчас называется? Как-то это называется? Большие же помещения, которые больше всех наших квартир. Студия. Вот, ну, студия. Студия для бедняков. Пент-хаусы для художников. Не, больше. Апартаменты. Вот. Вот что знает вообще это? Апартаменты. А что такое апат? Ну, чтобы я не на расстоянии от вас был, там, два-три метра. Чтобы вот мы с вами могли разговаривать, я там за 200 метров от вас. И мы в одной комнате. И никаких скандалов. А это из-за чего скандалы? Ну, что это, вот, даже в этой аудитории. Вот я даже с ним могу поскандалить. И вот там последний человек сидит, я все равно его вижу. Вот вы что там делаете, молодой человек? Почему вы не участвуете в нашем разговоре про декларацию прав трудящихся эксплуатированного народа? Я искал информацию, так сказать. Вот, посмотрите, они все время ищут эту информацию не в голове, а методом выбора. Пройти, найти и прочитать. Что доказывает эти товарищи, что они умеют читать. А думать. Я думал, вы выведете из содержания интересов рабочего класса. Так. И вывели. А вы читаете. Ну, в конечном итоге так и получилось. Да? Мы разобрались. Ну, хорошо, значит, с правом мы разобрались. Значит, раз право, право, это возведенный в закон воли господствующего класса, а законы господствующий класс может установить, какие ему надо? Может. А диктатура, это что? Власть не ограничена. Власть не ограничена никакими законами. Значит, что получается? Что всякая государственная власть – это диктатура. Вот и все. Простое и понятное. Бывает государство, которое не является диктатурой соответствующего класса? Нет. Не бывает. Хотите, его общенародным называйте. Хотите, каким хотите. Просто идет его переименование или перелицевание. Было государство диктатуры буржуазии, или было государство диктатуры буржуазии, потом оно общенародно на какое-то короткое время и становится государство диктатуры буржуазии. Переходный такой период. Так, ну ладно, с правом, я думаю, что мы с вами в основном разобрались. Переходим к общественным нормам другим, которые не требуют принуждения. То, что право, если закон написан, то он выполняется или не выполняется? А? Неправильно. Это вы все-таки не диалектично смотрите. Зачем писать такие законы, которые выполняются? Вот подумайте сами. Если и так люди делают без закона, зачем писать такой закон? Вот вы завтракаете каждый день? Вот давайте напишем закон. Такой-то, такой-то, каждый день завтракать. Это надо такой закон? Не надо. Это вот кажется парадоксальным, но законы нужны только такие, которые не выполняются. А которые выполняются, ну зачем их писать? Вот еще бы, значит, что вечером обязательно, желательно, чтобы вы ночью спали. Ну можете и не спать. Ну зачем эти законы? То есть закон – это же принуждение. Вот то, к чему собирается буржуазия принуждать, она же продвигает вас куда-то дальше, чем та точка, на которой вы стоите, продвижает свои интересы, продвигает дальше. А раз она их продвигает, значит, вы сопротивляетесь. Раз вы сопротивляетесь, значит, нарушаете. Тех, кто нарушает, наказываем. До трех лет. Строгого режима. Так, кто еще будет нарушать? Вы? Нет, он не будет. Все. То есть не надо замусоривать это правовое поле всякого рода установлениями, за которыми нет никакого наказания. Зачем они нужны? Ни зачем не нужны. Это декларативный. Это, можно сказать, вот есть фундамент, а это орнамент такой. Красивые слова такие нарисовать, и будет выглядеть красиво. Даже если цепью украсить розами, это будет красиво. Так, ну вот, общественные нормы бывают и другие, за которыми не следует никаких наказаний. Что это за нормы? Это нравственные нормы, да? Нравственные нормы. А чем поддерживаются нравственные нормы? А? Общественным мнением. Да. Вот вы сделали что-то нехорошее, и что я должен сказать? Нехорошо. А еще что? А ничего. И все, правильно? Общественным мнением. Но это общественное мнение может иметь большую силу, как вы знаете. Обычаем еще, да? Традициями закрепляются. То есть, это не такая, так сказать, пустяковая вещь. То есть, нормы общественного поведения поддерживаются. Общественным мнением закрепляются обычаями, традициями. И тогда встает такой вопрос. А они как соотносятся с борьбой классов? Вот те традиции, или порядки, или нормы поведения, которые устанавливает господствующий класс, они принимаются подчиненными классами, или не очень принимаются? Когда как? А? Когда как? Или вот класс, который является подчиненным, имеет свое представление о том, что является нравственным, а что не является нравственным. И есть ли они? Можно сказать, что вот понятие нравственности – классовое понятие? А? А? Можно сказать, общественные классы. Ну, скажем, на общественном. В следующий класс может смениться, а при детях еще будете на женственном классе. Да? А не может быть так, что господствующие классы могут меняться, а традиции подавлять трудящегося могут и оставаться. Может такое быть? Был владельческий класс, потом был феодальный класс, потом буржуазный класс. Традиции тут вы пришли, хотите поменять. Не хотите, чтобы вас сидели на горбу и погоняли. А говорят, а как же традиции, а как же обычаи? Обычно вы же всегда работали и не роптали, а теперь роптать стали. Вот если я Рома Абрамович, это же хорошо, что у меня есть яхта, а у вас нет. Но вы же понимаете, что все не могут у нас такая экономика, что либо у вас яхта, либо у меня. Если она у меня, это о чем говорит? Это говорит о том, что вы неуспешная я, а я успешный. Не так сейчас объясняют, что ли? Это я, что ли, придумал? Нет, я это только транслирую. Вот товарищи залезают куда-то там в интернет, а я и залезать никуда не надо, это везде. На всех углах. У вас есть в Майами дача? Ну, если вы тоже неуспешная, а вы на Лазурном берегу, сколько имейте домов? А он, видите, какой, ни на что не отвечает, у него, наверное, 60 домов. Потом и пойдут фотографировать, потом выкладывать эти вот люди, которые набрали себе эти все аппаратуры. Вот эти снимают тоже. Снимите вот его, у него 60 домов. Ну, со спины, чтобы не знали кто, а то он будет на меня в суд подаст. А так он не подаст. Ну, это силуэт какого-то человека. Ну, какой-то человек с таким силуэтом, наверное, имеет 60 домов на Лазурном берегу. Ну, а народная, так сказать, мудрость-то что говорит? Что от трудов праведных не наживешь палат каменных. То есть, вот вы там про традиции что-то говорили. Это народная же мудрость. Ну, народ-то понимает, что нельзя получить такие деньги, не трудясь. Трудясь по-честному. Значит, они честные деньги. Ну, и осуждайте Абрамовича, а он будет на яхте кататься. Вы же сказали, чем это поделится? Осуждением. Осуждайте. А он вас и не слышит, потому что он же тут около вас отдыхать не будет. Он туда уедет. Как он вас услышит? Тут осуждение, а там яхта. Поедет смотреть, как выступает его клуб в Англии, который он купил. Вы не купили клуб в Америке, футбольный? Купите футбол, эту хоккейную команду. Пусть у нас будет хоккейная команда. Подарите, он директору нашему. Придете, скажете? Не хотите ли вам к Новому году хоккейную команду подарить директору института истории? Разве плохо? Нет таких, которые способны подарить? А что же, была же декларация этого человека и гражданина. Должны уже накопить деньги. Декларация прав, а не возможностей. Ну так права у вас были, а почему вы? Так надо было реализовать свои права, а вы не реализовали. Значит, вы тоже неуспешны. Вот уже два человека неуспешные здесь. Вы доверили деньги? Да. Ну то есть выясняется, что традиции традициями, но традиции могут поддерживаться разные. Одни традиции считать оправданным, богатство, праздность. И подневольный труд или труд чрезмерный тоже считается традицией. Вот сейчас у нас. Посмотрите, как гастарбайтеры работают. А что они, 8 часов работают в день? Ну у них-то большие традиции на баев работать. Нам такие работники нужны, да, здесь? У нас какие традиции? У нас традиции 8 часов и пошел домой. Надо ломать эти традиции советские. Потом вы потребуете за час, у нас по трудовому кодексу, если у вас сверхурочные работы, первые 2 часа в полтора раза надо больше платить. А следующее время в 2 раза больше платить. Зарплату. Ну и как, соблюдают эту норму? Нет. Нет? Не соблюдают? Слушай, рядом не соблюдают? Нет, может где-нибудь и соблюдают. Но я уже даже не знаю, где соблюдают. Ну это главный вопрос, вопрос о трудовых или нетрудовых доходах. Жить своим трудом или чужим трудом? Вот главный вопрос. У нас есть 3 класса. Один класс заведомо живет своим трудом. Рабочий класс. Правильно? Значит, по расчетам наших экономистов, наш доблестный рабочий класс за 1 час вырабатывает продукцию эквивалентной своей зарплате. И дальше 7 часов трудится на тех, кто забирает прибавочную стоимость, прибавочный продукт себе. Вот такая картина. Другие говорят, что за 40 минут. Вот доктор экономических наук и долгов недавно выступал, говорит, за 40 минут вырабатывает из всего времени ту зарплату, которую получает российский рабочий. Это неудивительно. У нас 8-часовой рабочий день уже 100 лет как находится. Правильно? 100 лет. За 100 лет росла и росла и росла производительность труда. А у нас все 8 часов, 8 часов, 8 часов. Был переход в 27-м году, в 29-м, к 7-часовому рабочему дню перед войной, пришлось перейти к 8-часовому. Потребности же тоже растут. У кого? Ваши потребности падают. Вместе со стипендией. Скоро вообще не будет потребностей. Вы сколько можете прожить на свою стипендию? Я? Да. Да. Две недели. Две недели. Прощайтесь с товарищем, товарищи. Сейчас вот будет прощание после лекции, после первых перерывов. Последние две недели с ним учимся. Так, а сколько до экзамена-то вы доживете? Нет. Нет? Счастливчик. Не, ну может сейчас вот скинутся люди по 20 копеек. Глядишь, до экзамена и доживете. Хорошо. Значит, второй класс, буржуазный. В чем смысл-то его, буржуазный класс? Что он живет за счет прибавочного труда рабочих. Если он при этом что-то делает, это отдельно надо учитывать. Правильно? Потому что, скажем, если он занимается управлением, это управленческий труд. Управленческий труд, в принципе, должен быть оплачен. Правда? Ну, не в такой же... Ну, какой труднее труд? Управленческий или труд шахтера? Ну, это с какой стороны? На шахтере меньше ответственности, и его труд не требует такой подготовки. Ну, что вы мне рассказываете? Вот у меня самый ответственный труд. Мне вверены души студентов. Причем историков, которые вообще, это вообще историю двигают. Это раз. Во-вторых, вот я доктор наук, профессор по кафедре экономики и права. Профессор кафедры социальной философии, философии истории. А шахтер, он же под землей. Какая ответственность? Никакой ответственности, если его задавить, никакой ответственности же нет. На нем-то нет ответственности. Да и на тех, кто за это должен отвечать, тоже никакой ответственности. Что, не знаете, сколько уже задавило шахтеров? Ну, что со мной сделается? Что такое труд? Труд – это расходование с точки зрения затрат. Человеческая рабочая сила. Вот вы, если вы думаете, я преподаю, это что, я расходую свою способность преподавать или совершенствую? Ну, так это вы же должны понимать. Этот труд Маркс называл, как у меня, самосовершенствованные индивиды. Это я просто отдыхаю и за этот отдых получаю деньги. Еще люди хотят, еще Сессерон говорил, смотрите, говорит, сколько достойных мужей молчит, а один говорит, и он еще хочет за это требовать деньги. И это нашло закрепление. Например, у Ленина в государстве революции, кто внимательно читал, мог бы прочитать, что, например, чиновники должны получать не зарплату, а что? Ну, жалование они должны получать. Жалование – это что значит, жалование? Ну, вот, допустим, я читаю, у нас сейчас государство оплачивает, мне зарплату платят или жалование. А так, я бы вот, если бы у нас не государственный был университет, я бы вошел вот с шапкой, после лекции сказал, ну, кто? Знаете, как певцы выступают в этих, в электричках с кепкой, пошел у меня кепка из такая драная дома, и бросьте пятачочек-то. У вас-то 60 квартир-то хоть немножко-то бросьте. Девушки, вы пожалеете, пожалуйста, бедного профессора. Это прошел, обожал, и вот, что пожаловались, как говорит народ, чем богатые, тем и рады. Так? Что значит, мне мало дали? О, дает. Ну, что там, почему? Ну, сколько наговорил, сколько и получил, и все. Ну, как можно затратить больше труда, чем шахтер? Ну, подумайте сами, там, с шахтерами-то все ясно, там, мы знаем, сколько нужно добыть угля, чтобы была еще очередная жертва. Они же погибают там, в буквальном смысле слова. А я уже не говорю о болезни. Вы фотографии шахтеров видели? У них такой цвет лица, как у нас с вами? Нет. Он такой, как цвет лица, вот у пиджака вот товарища, который за вами. То есть управленцы, то есть рядовые шахтеры, не смогли бы так... Так управленцы чем занимаются? Ну, что такое управленец? Управленец, это что такое? Он развивает себя. Когда человек управляет, он что, умирается от этого? Это же интеллектуальный труд или есть? Так интеллектуальный труд-то состоит в развитии человека. Но он же все равно не обходил. А если человек находится в обстановке загазованности, запыленности, у него легкие попадают, те частицы, которые не должны попадать, которые нарушают его здоровье. Ну вот что со мной сделает мой труд? Ну скажите, пожалуйста, ну что я могу? Как я могу упасть? Вы же можете нервироваться от меня тоже нарушать. Я буду нервировать? Это вы будете нервироваться от меня? Что вы говорите? Ну, это странные такие преподаватели, которые студенты нервируют. Как студенты? Студенты не могут нервировать, они радовать только могут. Но если вы возражаете, это плохо, что ли? Это хорошо. И чего бы не хватало, чтобы студенты не возражали? Ну, студент, он же учится, он же еще не понимает. Если он неправильно говорит, о чем это говорит? Ну, он еще не понимает. А почему он не понимает? Значит, неправильно мы преподаем. И что тогда нервировать? Кто должен меня нервировать? Самосуществление индивида. Становитесь профессором и преподавайте, и будет хорошо вам. Ну, что плохого? На работу надо ходить, не каждый день. Вот час закончу сегодня, в 17.10, пойду домой. А шахтеры все будут, пока они только выберутся из этой шахты. Вы скажете, я должен думать. Я думать, я по дороге могу думать, подготовиться к лекции. Думаю, у тебя хуже подготовлюсь, когда я буду смотреть, вот как товарищ берет, открывает и смотрит в этот интернет. А если подумать? Тут что, они хуже, чем интернет, что ли? Голова для чего дана? Потом, что вы, значит, хорошо преподаваете? Надо книгу написать, потом преподавать. А что, преподавайте, если вы книгу не можете написать? Чтобы в голове что-то было, надо постараться. Какое-то слово труд здесь, прямо так все трудно, вы запугиваете, так трудно быть, так трудно, так трудно изучать, читать книги трудно, писать трудно. Что трудно? Легкая же ручка-то, легкая. Что тут трудно? Тем не менее, не все же могут получить образование, даже 11 классов. Некоторые уходят в те же рабочие специальности не потому, что хотят, а потому, что не справляются с программой. А некоторые уходят в ВУЗы, потому что они хотят справляться с той работой, которую делают рабочие. Так тоже бывает. Тоже бывает. Правильно? А потом ищи с вещей, и по специальности их потом не найдешь, этой специальности. Вообще сейчас вот бакалавры, вообще люди странные. Вот бакалавры, куда распределяются бакалавры? Вот когда мы кончали в мрачные годы тоталитаризма и культа личности, значит, мы кончали специалистами. А что такое специалист? Он может поступить в аспирантуру. Вы, дорогой товарищ, отлично все получите, не имеете права поступать в аспирантуру. Вот у нас правовой сейчас будет ликбез. Второе. Вы все отлично получите, в ВУЗе не имеете права преподавать. А я имею право преподавать. Вот я закончил математико-механический факультет. Я могу преподавать математику, если меня выгонят отсюда. Могу преподавать историю в другом месте. У меня есть диплом историка. Я могу преподавать специалитет, не бакалавриат. В ВУЗе могу. Я могу политологию преподавать. У меня есть диплом по политологии. Так? То есть я могу преподавать. А вы где можете преподавать? В школе. Да там все занято. И в школе-то вам места нету. И классы не сокращаются. Они большие. Если бы сократили, конечно, было бы хорошо. Маленькие классы, много преподавателей, можно творить. Как творить, когда их запомнить невозможно, этих самых школьников? Вы себе представляете, какие у нас выпускные экзамены сейчас? Раньше нас собирали, профессоров, и мы, значит, принимали у вас. А зачем нас? Нам сказали, давайте, говорит, работодатель. А кто работодатели? Мне заведующий говорит, Михаил Васильевич, у вас есть общественное объединение? Я говорю, есть. Я вот президент фонда рабочей академии. Ну давайте, можно у вас есть официальная регистрация? Есть, говорю. Вот я тоже работодатель. Только мы деньги не платим. У нас работа есть, и денег нет. Без денег идите к нам работать, приходите ко мне, мы вас направим. И так далее. И в школу, директора школы вот здесь сидели. Всё. А в УЗ-то вы не имеете права преподавать. А мы имели право. Человек, который пять лет отучился, имеет право преподавать в УЗИ. Это зачем же? Это же диверсия против вас лично. А у нас же есть магистратура. А? Магистратура у нас. Магистратура для меньшинства. Это я вам говорю, как человек, который преподает и в бакалавриате, и в магистратуре. Вот если здесь вот такая вот история, в магистратуре сидит три человека. В лучшем случае три. Это раз. Во-вторых, занимаются они вечером. Почему они вечером занимаются? И это им так назначают? А потому что они работают. Потому что шесть лет надо содержать. Так человек пять лет учился, закончил, вытерхали родителей и отправили. Вот они, родители думают, как вам жизнь сохранить после этих двух недель. А шесть лет, ну, шесть лет идите устраивать здесь куда-нибудь. Ну, если устроились, где вы такие сейчас найдете работы, которые кончаются до семнадцати часов? Ну, где вы такие найдете? Вот если вы уйдете с работы раньше руководителя, это же плохое поведение. Мавитон. Уходить надо в полдесятого вечером. А вы какая магистратура? Идите отсюда, в свою магистратуру. И вот приходят люди. Два, три, три, два. Нам, то все равно мы запишем. Я говорю, что у нас труд хороший. Один человек, значит, дошли до каждого. Сейчас вот я не с каждым разговариваю, а так персонально буду с вами только разговаривать. Это же хорошо. Мне-то чего плохого? Это вам плохо, а мне-то совершенно все равно. Не то, что совсем все равно, но это не утяжеляет мои трудовые обязанности. То есть это диверсия против следующего поколения. Чем мы? На один год всего так. И уже отсекли вас. И если вы на госслужбе, то только один человек может быть в вашем подчинении. Что это сделали? Бакалавр. Зато у вас лавры. И где эти лавры? Ну, это, как говорится, что делать? Бывают всякие ситуации, но мы должны критически смотреть на эту картину. Ну, вы нынешних буржуев-то знаете. Мы же темные люди. Они не умеют дважды два умножить. Что вы хотите? Какие? Они будут стараться в образовании. Сколько наше Министерство образования за три года уничтожило вузов? Уничтожило. Знаете, нет? Половину. Половину вузов Министерства образования и науки закрыло за три года. И отчиталось. Повышаем требовательность. Вам что, мешали люди, которые вот они учились? Ну, они же не бандиты, они учились. Ну, пусть они, если не очень они учились, тем не менее они учились. А у вас что, лишние рабочие места? У вас же безработица 4%. Ну, и закрыли вузы. И что? Куда пошли эти самые люди из этих вузов? Куда? Безработные для начала. Потом они кого-то вытеснили из числа безработных. И где-то устроились на работу. Значит, другие стали безработными. У нас безработица-то есть? Есть. Вот еще собираются выход на пенсию продлить еще вот собираются. У нас что, не хватает рабочих мест? У нас же безработица 4%. Зачем вам еще пенсионеры, чтобы были? Люди, которые не пенсионеры будут работать, чего они будут? Молодежь не может устроиться, а вы будете держать там стариков. Не платите лишние 5 лет в пенсию, чтобы не платить, конечно. Самый страшный класс – это вот пенсионеры. Не работают, да деньги получают. Вот буржуазия возмущена, что есть люди, которые не трудясь получают деньги. Вот когда буржуазия не трудясь получают деньги, это хорошо. А когда люди, которые всю жизнь трудились, потом не трудясь получают деньги, это недопустимо. Правда? Да. Это ужасно. Это надо пресечь. Ну вот, так что, я думаю, немножко просмотрев эту ситуацию, пообдумав, к какому мы выводу приходим? Мы приходим к такому выводу, что когда речь идет о нравственности, конечно, нравственности две. И это охватывает не только вопросы труда, но и другие. Ну вот, скажем, вопросы любви. Любовь должна быть продажная или непродажная? Непродажная, если это любовь. Ну вот еще Маркс писал, что вот общество буржуазное, оно вот в этом обществе только пролетариат сохраняет еще настоящую любовь. А что касается буржуазии, то она должна быть, ну вот от нее уже ушла. Пройдите по городу, почитайте объявление. Наташа, Таня, Маня, Ваня. А это с чем связано? Это люди плохие или общество такое, в котором нет работы нормальной у людей, молодых? Вот морализирует я начну, скажу, как же так? Как нехорошо? Ну хорошо, скажите, устроите меня на работу. Хотя бы я бы 20 тысяч получала. Я могу устроить на работу кого-нибудь? Вот я там человек, у меня контакты есть. Многих я знаю, многие меня знают. Я могу устроить кого-нибудь на работу? Как я могу устроить на работу, когда у нас устроена безработица? Ургазии, что она глупая, думаете, она не может посчитать, сколько у нас есть рабочих мест и сколько работников. Может? Может. Когда она посчитала, то что она делает? Сокращает число рабочих мест, чтобы была безработица. Для чего нужна армия безработных? Чтобы нависать над работающими. За вами еще три человека. Будете со мной тут спорить? На выход приходите, садитесь. Ну так ведь? Это же всем понятно. Поэтому есть какая-нибудь капиталистическая страна, в которой нет безработных? Нет. Точно так же, как есть какая-нибудь социалистическая страна, в которой вы не ликвидировали их. Не сразу это получается, но ликвидируют. У вас с десятками тысяч сокращается число безработных, согласно отчетному докладу ЦК, КПК. И у нас сокращалось переходный период. И сократилось, и уничтожена была безработица. А при социализме, когда уже построен социализм, какие может быть безработные, когда есть план, плановая экономика, и зачем же планировать рабочих мест меньше, чем есть работников? А вот работающих в сфере проституции стоит относить к пролетариатуру или буржуазии. Они же владеют средствами. Клюмпин пролетариатуру. Клюмпин пролетариатуру. Знаете, такая категория? Вот если вы опуститесь на дно, пьесу, видели, наверное, горького на дне, вот и будете на дне, не будете вы работать и учиться нигде не будете. И будете там сидеть, кое-что выпивать, где-то будете добывать, вот и будете улюмпин пролетариат. Это люди, не способные ни на какую борьбу и, естественно, не относящиеся к организованной части рабочего класса. То есть не способные ни к какому улучшению жизни и даже к организации своей собственной жизни. То есть это люди, которые упали на дно. А если они очень богатыми станут? Кто станет богатым? Очень богатыми не станут. Очень богатыми становятся держатели публичных домов или держательницы. Вот это известно, что они очень богатыми являются. И с этим связано. Людей не только приглашают заниматься проституцией, а заставляют заниматься. И есть у нас сексуальное рабство. И есть случаи, когда людей вывозят за границу. И с Украины очень много вывозят. То есть там, где есть капитализм, там есть и это рабство. И проституция есть и женская, и мужская. И парная, и двухпарная. И чего только нету. Это общество, деньги. И что? Но они тоже люмпин пролетариат. Да. Тоже люмпин пролетариат. Люмпин, вы знаете, что такое люмпин? По-русски знаете, что такое люмпин? Без денег. А? Без денег. Нет, не без денег. Пролетариат это. Пролетариат. Вот пролетариат это человек, который лишен собственности. Пролетариат. Если это человек, который разложился уже, он люмпин пролетариат. То есть кто из люмпен-пролетариата выходит? Преститутки, убийцы, воры, бандиты. Но у человека ничего нет. Он готов, вот ему вот я заплачу, он пойдет, зарежет кого-нибудь. Но я вас не имею в виду, я просто посмотрел случайно. Понятие пролетариата, Маркс, какое в капитале? В фундаментальной книге какая марксизма? Капитал. Это те люди, которые производят материальные блага. Материальные блага. Они услуги оказывают. А материальные блага производят. Крупная машинная индустрия. Имеется дело, основой технологической буржуазного строя является фабрика, а не частная лавочка. А вот частная лавочка занимается в мелкой буржуазии. Там она и трудится, они и собственники своих средств производства. И там особенных перспектив нет. Перспектива одна. Упасть на дно. Поэтому мелкая буржуазия, она, естественно, союзница рабочего класса. А рабочие классы – это те люди, которые производят материальные блага. А почему материальные? Начало читали капиталы. Допустим, человек не читал капиталы. Открыл первую страницу. Там что написано? Товар – это прежде всего полезное. Что? Что? Понятно. Вещь. Вещь. Не продукта. Вещь. Вещь. А вы мне о чем? Вещь. Вещь. А если бы это не вещь, то это был бы не труд, посвященный движению материальных благ и материального производства, который является основой общества. И он бы на его основе историко-материалистическую картину мира не дашь. А вот потом уже, в третьем томе капитала, он привлекает уже разные другие виды полезной деятельности, которые тоже могут считаться трудом. Производительным в каком-то смысле. Вот производительным в смысле того, что он приносит прибавочную стоимость. Не создает, а приносит. Вот певица, она же не создает, но если собрать певицу, пусть поют. А эти, так сказать, певицы будут платить. Или платить будут тому, кто организовал концерты соответствующие. Певица будет получать мало, а те, кто организовали, получают много. И очень просто. Вот, например, Собчак говорит, я вот в шоу-бизнесе, я заработала за 6 лет 400 миллионов. Пока вы тут сидите, вот, уже два года почти. Скоро будет. Год. А Собчаку заработала 400 миллионов. А как она заработала? Давайте сейчас. Кто-нибудь знает, сколько у нас на футбольном стадионе помещается человек на новом? Меньше. А? Чуть меньше 70. Не слышу. Чуть меньше 70. Не меньше 70. Чуть меньше. Чуть меньше. Давайте берем 60. А эти пустые места пусть останутся там, плохие, не трогай. 60 тысяч мест. Вот нас трое тут вот, видите? У нас международная группа. Мы сейчас будем улучшать нашу жизнь. Нашу. Нашей группой. Значит, делаем концерт. Ведущих артистов России. Стас Михайлову зовем? Зовем. Аллу Пугачеву. Обещаю. Максиму Галкина. Какие еще предложения? Киркорова. Еще кого надо? Валерию. А? Валерию. О, Валерию обязательно. Все, достаточно. А то он много больших затратов будет. Значит, по миллиону им даем. Так, будете звонить. На китайском вам звоните, а потом переводите на русский. Что вот у нас международный будет концерт. Мы хотим вас пригласить. Гонорар миллион. За вечер. Что, не пойдут, думаете? Пойдут. Пойдут. За миллион. Считаем. Сколько там набрали артистов? Ну, мы... Шесть? Шесть, да? Ну, шесть миллионов. Ерунда. Шесть миллионов. Так, теперь надо же там это все организовать. Охрану, порядок, продажу билетов, то есть все. Сколько на это надо? Ну, еще четыре миллиона надо? Да. Десять. Все. Шестьдесят тысяч билетов по тысяче рублей. Дешевые. Таких артистов... Идем, согнем, не найдешь. Дешевые билеты, тысячи рублей. Шестьдесят тысяч мест умножаем на тысячу. Сколько получается? Семь миллионов. Шестьдесят чего? Биллион. Вы бухгалтера не... Вот вас бухгалтером назначаю, он не может. Он у нас будет звонить. И на ломном русском языке приглашать. Ну, сколько будет? Шестьдесят миллионов. Вот люди говорят. Они просто такие грустные, потому что не к ним эти шестьдесят миллионов придут, к нам. Шестьдесят миллионов. Десять миллионов пропало у нас на этих артистов, будь они неладны. Так? Пятьдесят миллионов. Ну, как вы думаете, кто придумал-то это все? Я. Значит, мне тридцать. И вам два по десять. А за артисты миллионов сколько вы платите? А? За артисты миллионов сколько вы платите? А это из тех четырех. Ну, не надо о грустном. Да, придется нам. Придется мне из этих. Хотел я сколько? Тридцать, да? Черт сними. Десять миллионов отдаю. У меня остается двадцать, им по десять. Вот так все было хорошо. И вот так все нам испортили. И это за один день, за один день, за один концерт. Но это ведь же честный бизнес. Это честно будет, да? Все честно, по-честному. Да. Так это заработано или получено? Получено. А заработано, понятие по-русски, заработано, означает, что в соответствии с тем, сколько труда ты потратил. Труда-то мы потратили с булькин нос, а получили мы так, как будто бы мы возили огромные камни на высокую гору. И причем десять лет. Поэтому вот когда говорят, я заработала, ты получила. А заработала, это другой вопрос. Заработать много нельзя, а получить запросто. Вот. А у нас еще есть СКК. Мы туда еще не ходили. Там сколько, двадцать? Спортивно-концертный год. Конечно, размах не тот. Нет, давайте лучше будем здесь арендовать. Ну так все-таки вы по десять миллионов нормально получите. И я двадцать. Я же руководитель же. Мне только что доказывали, как трудно руководить. Как трудно было придумывать. Ох, особенно про Стаса Михайлова. Ох, очень трудно. Я думаю, главная мысль вы усвоили, что нравственность тоже носит классовый характер. Вот, скажем, рабочему классу чуждо продажная любовь, продажная вежливость. Вот, когда вам казенную улыбку делают, а на самом деле думают, что бы ты сдох. Вам это надо? Нет. Продажность, так сказать, это то, что является негативом для рабочего класса, и то, что является выражением интересов, позиций и политики в урожазе. Но принуждения тут нету никакого. Это нравственные нормы. А если они глубоко у вас проникли, они говорят, что у вас такая уже мораль. У вас какая мораль? Трудиться или не трудясь получать, дорогой товарищ? Трудиться. Трудиться. Ну, смотрите. А если какие у нас такие морали? Он боится, потому что он один здесь вот задушит, скажет, что не трудится. Сейчас кинуться, и все. А если такие нормы, как любви и не против, это тоже классовый? Нет. Такой нормы у нас нету. Классовый не убей. У нас негодяев нужно убивать. У вас же 10 тысяч расстреляли в Китае этих самых коррупционеров. Какой же не убей? О чем вы говорите? Это у нас просто сидят эти коррупционеры, которые уже в миллиарды стащили, говорят, должно быть, не убей, потому что у меня 10 миллиардов. Более того, когда убирали смертную казнь за экономические преступления, такой был восторг граждане Ельцина и вся компания, которые провели такой закон, а так они и радовались. Я даже удивился, чего радуются-то? Я-то сейчас понимаю, что они понимали, что начнется. Сколько они начнут брать? У нас же теперь не миллионы, а миллиарды берут. Вот скромный полковник у нас. 8 миллиардов у него готовы, прямо в сумках лежат. Его спрашивают, откуда? Не знаю. Ну, не знает он. К вам не залетает 8 миллиардов случайно? Никому в окно не залетало? К сожалению. А что вот у вас в окно? Наверное, просто закрыта у вас форточка была. У меня открыток всегда ничего не выпитает. Да? Да. Но главное, чтобы ничего не улетало. Может, Захарченко от вас улетела? Вот, смотрите, уже один подозреваемый найден. Форточка открыта, а у Захарченко появились баулы с миллиардами. Так, переходим к следующему вопросу, который уже не о нравственности, а о нациях. Давайте. Вопрос национальный. Значит, у нас есть понятия, близкие понятия нации, такие как национальность, народность, народ. А есть такое универсальное понятие, которое употребляет широко те, кто этими понятиями не владеют. Этнос, 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 и не надо ничего различать. Этнос и все. И народ этнос, и нация этнос, и племя этнос, и раса этнос, все этнос. То есть оно столь же и широкое, сколь и пустое. Ничего тут не различается. Вот, я думаю, нам надо в этих вопросах разобраться. И, наверное, мы понимаем, что изначально, изначально из племен образовывались народы, да? Народы. И понятие народ сначала означало вот те, кто народились, в каком-то кровном расцве находились. Ну, вот как это представить себе? Сейчас это трудно представить, потому что сейчас семьи у нас, ну, по два ребенка. Один ребенок. А если 13 детей, как было, или 10 в царской России, у крестьянки? 10 детей. Так? Вот если 10 детей, потом они выросли. Это 10 теть и дядь. У них племянники есть. Так? Вот. Сколько племянников у этих? Ну, 10 человек, а у них еще по 10 человек, у каждого будет детей. Из этих. Сколько будет? Уже 100 человек. Племянников одних. 100. Вот вам и племя. А сейчас, говорят, племянники. А где племя? Два племянника. Какое-то племя. Ну, племя, что-то ты, значит, не получается. То есть речь шла изначально о кровно-родственных отношениях, о кровном родстве. Постепенно, постепенно круг населения увеличился, и уже родство становилось все более дальним, и прямых родственных отношений уже не было. Тем более запретили браки, так сказать, опытным путем поняли, что это недопустимо между близкими и родственниками. И что мы получили? Мы получили, так сказать, ну, народности, можно сказать, да? То есть небольшие довольно. А потом уже целые народы, определенные национальности, определенные национальности. А в слове национальность содержится указание на кровное родство. Вот как определялась национальность? Сейчас это трудно даже сказать, как она определяется, мы к этому вернемся. А в советское время очень просто. Национальность определялась так. Человек имеет родителей, двух русских, ему пишут паспорт русский. В паспорте стояла графа национальность. И стояла она потому, что национальные вопросы не решены. И если мы их в паспорте решим, то далеко мы не продвинемся. От того, что вы не будете их указывать, они не исчезнут, национальные проблемы, а только усугубятся. Поэтому, скажем, у меня в паспорте стояла графа русский. А вот, скажем, у моего коллеги Николая Андреевича Моисеенко, вот здесь у нас был экономический факультет, там, где сейчас Философский, одно крыло было экономический факультет. Вот у него он был командиром полка «Катюш» в войну. Он дошел до Кенигсберга, кавалер ордена Александра Невского, и вот у нас был деканом экономического факультета. Вот этот Николай Андреевич Моисеенко имел русскую жену. А эта русская жена принесла ему двух дочерей. Одну дочку назвали Света, а другую Наташа. Света записалась русской. А Наташа записалась украинкой. И получилось, две сестры родные, одна русская, другая украинка. Вот так было. Интересно. А сейчас как определяется? То есть можно было выбрать, дети могли выбрать себе национальность, когда они получают паспорт, если у вас родители, один эстонец, другой японец. Ну что, эстонкой будете или японкой? Выбирайте. Как Хакамада хотите быть? Не хотите, тогда эстонкой пишитесь. Сейчас этой проблемы нет. Сейчас так здорово сделали, что в паспорте вообще ничего нет. Вот если я покажу кому-то паспорт, я вообще его с собой ношу, только не знаю зачем. Потому что что там можно прочитать? Попов Михаил Васильевич. А что там еще есть? Я не докажу, что я работаю в университете. Мне для этого надо сказать специальный вопрос, в котором написано, что эмирек такой-то является. Паспорта нет. Вот раньше человек, его останавливают на рисонер, а он чуть-чуть подвыпил. И его дайте-ка паспорт. А паспорт, штамп стоит, Кировский завод, стаж 25 лет. Так, дорогой товарищ, давайте спокойно домой. А другого открывается, там одни только переходы. Летун, нигде не задерживается. Так, у нас тоже посидишь немножко, ты еще здесь не был. А сейчас? А сейчас ничего нету. Поэтому как узнать национальность человека? Ну спроси. А я обязан вам говорить о своем национальном? Нет. И вот как она сейчас определяется в современной буржуазной России. собирают перепись. И вот вы будете подрабатывать перепись? Это хлебное дело. Деньги платят. Приходите ко мне домой. И спрашиваете. Михаил Иванович, а какая у вас национальность? Занзибарец. Вопрос есть? Нет? Вы записывайте спокойно. А вы из Буркина-Пасу? Вы, наверное, мексиканцам запишетесь. Нет. Только вы купите такую шляпу. Я запишусь корейцам. А? Я запишусь корейцам. У меня корейские корни. Корейские корни. Тогда, если корейские корни, запишитесь лопарем. Ну ладно, пусть лопарем. Пусть они там подумают после. Те, кто делают это, перепись. Пусть голову поломают. Как вы попали сюда? То есть это, так сказать, юмористичная сейчас картина в этом отношении. Но! Есть выход из этого положения. Оставить в покое национальность. В покое. И перейти к другой категории. Нации. Которая в своем понятии не содержит никакого упоминания ни о какой национальности вообще. Как определяется нация? Есть такие тут герои, которые скажут, что такое нация? Ну, нация больше гражданская понятия, чем логическая. Она может быть в честь разной национальности. Но объединенным общим менталитетом. Менталитетом? Это что, мозг милиционера? Ну, вот если на территории общей проживает, по-моему, это население. Не согласны? Или жители. Вот Ленинградцы, это те, кто живет в Ленинграде. И все? И все, что по определению Сталина, нация – это народности, которая достичь до капиталистического ствола. Вы даете. Вы даже успели исказить Сталина. Можно я вам определение Сталина дам нации? Но это у учебника. А я у Сталина. Вы учебника читаете, а надо Сталина читать. Ну, чего вы читаете? Кто такой написал учебник этот? Кто он такой? Никто. А Сталин? Заведующий катаринград. А Сталин – великий друг китайского народа. Вы великого друга не читаете, а какого-то из автора учебника читаете. Ну, как вы себя ведете тут? Вы у нас в гостях в сталинской стране. А не в стране этого учебника. Вы выкинут этот учебник, корот. Вот Ленин пишет про Сталина первое упоминание в его произведениях, такое, что у нас за границей. Один чудесный грузин засел и пишет большую статью по национальному вопросу. И что в этой статье написано? Что нация – это общность людей. Вот товарищ ближе всех подошел, но не дошел немножко. Общность людей, основывающаяся на общности территории, экономике, языка и психического склада, характера, выражающегося в общности культуры. А учебник выкиньте тот. Или сожгите. Это же Сталин определил фейтформа, 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 степень. Я вам определение нации, Сталин, когда я его, везде напишите, вы наберите в компьютере сталинское определение нации и получите вот это. Как вы нашли это? Это же не определение. Что-то сказал Сталин про нацию. Мало ли что он сказал. Вот я про вас могу что-то сказать. Это не значит, что я к вам плохо отношусь. У нас, может, метод такой. Как бы мы вроде как ругаемся, но на самом деле не ругаемся. Вон другие там вот. До них просто я не дохожу. Так бы мы тоже с ними ругались. Они отстранились от нас. И там издалека смотрят, чем дело кончится. В случае чего раз – в дверь и убегут. А мы останемся здесь с вами страдать. Так. Понятно, да? Это общность людей. Характеризуется общностью. Во-первых, территории. Если территории общей нет, нации нет. Проверяем. Евреи – нация или нет? Нет. Нет. Почему? Нет общности территории. А евреи в Израиле, находящиеся, образуют нацию? Да. Есть там и территория, и экономика, и язык у них. Старые они взяли. И? Психический склад характера, проявляющийся в общности культуры. Есть. 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 А в целом евреи нацию не образуют. Но есть евреи. Китай. Есть евреи? Есть. Это евреи-китайцы. А негры-китайцы есть? Нет. Как это нет? Нет. Ну, как нет? Ну, тогда вы не зарабатываетесь. Вот на Украине есть украинцы-негры? Ну, женился, женился украинец на негритянке, родился чистый негр. Может получиться от таких родителей, может получиться или очень светлый, или наоборот, чистый негр. Вот, например, у моих родителей глаза карие, а у меня не карие. А у дяди моего карие, Михаила. Это как получится. Ну, вот у этого самого украинца родился негр. Играет во дворе, ему пять лет. Выходит отец и кричит. Эй! Гриско, айда, галушки исти! А он отвечает, негр, сын украинский, не хоцу, батько! А тогда батька говорит, ну изведи, бананев у меня немая. Ну, они негры-египтяне могут быть? Ну, там-то вообще недалеко. Что-то проблему нашли. Ну, а русские и японцы могут быть? Хакамада у нас нет, она есть. Вам пример. Про нее написал Бушин такой в свою статью, что, говорит, пусть в правительстве будет кто угодно, говорит. Украинцы, эстонцы, немцы. И русские пусть тоже будут. И японцы пусть будут, но только не Хакамада. Ну, мало ли чего, может быть. Почему? Потому что вопрос о нациях не имеет никакого отношения к национальности. Вы вот, какая нация у вас? Вы знаете, нет? Может, вы здесь останетесь и будете русские, китайского происхождения. Не могут таких быть? Что, думаете, у нас китайцев нет? Вы думаете, первые китайцы здесь? Нет, я не знаю. У нас китайцы здесь постоянно живут и работают. Женитесь. Дети будут у вас полукитайские, полурусские. Будете говорить по-китайско-русски и по-русско-китайски. Вот и будете русским китайского происхождения. Но это россиянин. Это не русский. Не россиянин, а русский вы будете. Русский. Нет такой национальности нации, россиянин нету. Нация есть русская. Такой нации, это только Ельцин говорил, россиянин. И то, когда выпьет. Нет такой нации. Раньше эта нация называлась Великоросс. Украинцы назывались Малороссы. Были еще Белая Русь. Да? Белоруссия. Червона Русь. Это Закарпатская Украина. Закарпатская Русь. Вот. А как назывались русские раньше? Вот если бы вы приехали не сейчас, а приехали бы в начале 20 века. Какая у нас была бы тут национальность? Нация какая? Как она называлась? Великоросс. Великоросс. О, они все знают. Ну, так вам это сам Бог велел тут. Вы уже вросли, можно сказать, в русскую нацию. Великоросс. А в начале 20 века Великороссы – это только те, которые верят в православие? Нет. Это Ленин называл себя великороссом, он не верил в православие. Но он сам назвал, но общество нет. А он тоже общество. А только вы общество берете буржуазное, а он брал пролетарскую часть. Вы все время тянете руку в буржуазии. А приехали в страну победившего, потом, правда, проигравшего пролетариата. Вы, наверное, научитесь выигрывать. А вы тут все как-то не на тот слад настроены. Великороссы. Великороссы. Американцы. Самые таких, кто не на есть. То есть это наша экономика, российская. Но никакой отдельной мурской экономики нет. И чувашской нет. И татарской экономики отдельно нет. И сибирской нет экономики. Это все единая российская экономика. Так вот, общность территории экономики, языка и культуры позволяет говорить о русских различных, разного происхождения. Есть художник Левитан. Он еврей, он не китайц. Но он кто такой? Он русский художник или нет? Русский еврей. Он еврей. По национальности. А к нас он принадлежит, к русской. Я же вам сказал, это разные вещи. Национальность у вас в Китае. Не волнуйтесь, никто у вас ее не отнимает. Ее отнять нельзя. Почему? Потому что она определяется по крови. А уже с кровью, ну ничего нельзя сделать. Какие у вас папа, мама были, все, этим вопрос решен. Успокойтесь, все хорошо. А вот нация, это зависит от того, как дальше. Вот там так здесь понравится, заскучаете вы по России. Съедете в Китай и говорят, не могу я больше жить без России. И приедете в Россию. Вот я вам рассказываю. В Индии столько же народу живет. Вот у нас есть врач участковый. Был участковый врач Амит Кумар Бахарвадж из Индии. Приехал сюда. Увидел красивую девушку. Женился. Попробовали там в Индии пожить. Девушки не выдерживают индийский климат никак. Вернулись сюда. Работает. Здесь кончил медицинский институт. Первый медицинский. Работает участковым врачом. Блестящий врач. Очень хороший. Естественно, прекрасно говорит по-русски. Дочка у него. Ну, понятно. Смешение русского и индийского. Очень красивое. Замечательное. Стал заведующим отделением сейчас в поликлинике. Вот вам, пожалуйста. Кто он такой? Это русский теперь. То, что он по национальности индийский, чистокровный. Но он теперь русский индийского происхождения. А вот вы там уедете или останемся. Я вот смотрю, что больше вероятность, что вы здесь останетесь. Что там вам делать в Китае? Там у вас народу, стоп. А здесь свободно. Сколько народу сюда приезжает из Китая? Прямо мне высказывали. Там, говорит, очень много, там пыльно. А здесь свободно. Идите в Сибирь. Там вообще свободно. То есть это вот надо понять. Второй был у нас. Еще один левитан. Диктор. Который объявлял о наших победах войну. Он кто такой? Он русский диктор. Какого происхождения? Еврейского. Ну, приедете, вот сейчас приедете. Вот вы в Америку, допустим. Надоело вам слушать меня. Поедете в Америку учиться. Там ближе вы, это вам роднее. Приезжаете в Америку. Кто вы будете, если там останетесь? Вы будете американцем китайско-русского происхождения. Вы же через Россию поехали туда? Вот и все. А если вы во Францию поедете и останетесь там жить, и будете, войдете во французскую экономику. Будете знать культуру французскую. Так? На территории будете французской. Кто вы будете? Вы будете французом? Китайского происхождения. Никто не спрашивает в Америке, кто вы по национальности. Вам... А если вы вообще летите за границу? Вот у нас есть это деление. Там русский, нерусский, чуваш. А если вы поедете за границу, что вам напишут? Россия. Россия. Нерусский, национальности пишут, что Россия вот в этих документах. Лучше ехать в Израиль. А? В Израиль лучше. Там с нацией сразу национальности сдают. Но если вам лучше, поезжайте. А? Корейского происхождения. Да, обрезание сделаете. Можно. Да? Там может дешевле. Ну вы же предложили, я не предлагал. Понятно. То есть мы не должны с вами путать национальность, которая строго определяется по крови. Но если есть смешение кровей, так вот такое смешение и получается национальности. А вот нация – это совсем другое дело. Совсем другое дело. Поэтому нации, их немного, они стали образовываться в связи с развитием товарного хозяйства. Вот как только товарное хозяйство стало развиваться, стали собираться крупные рынки и всякие мелкие национальности, из которых была какая-то культура, какой-то рик, стали соединяться. Идет процесс, прогрессивный процесс ассимиляции. Я думаю, что если вы возьмете всякие национальности, которые есть в Китае, то там будет тоже много разных национальностей. И вот они образовали в целом в результате этого смешения тогда, когда уже стали говорить на одном языке, и когда образовался единый китайский рынок, вот тогда появилась китайская нация. А до этого национальности было много на территории Китая, а нация теперь сложилась. То есть нация складывается исторически. И процесс ассимиляции может продолжаться. Вот, скажем, в связи с прогрессивным и быстрым развитием Советского Союза русский язык завоевывал мир. Никто не переводил спутник на иностранные языки, так он спутником и был. И Гагарина все знают на русском языке. Ну а если мы не летаем, или если у нас 1,7%, в отличие от Китая, который имеет 15% мирового ВВП, ну ясное дело, что влияние, скажем, или размах русской нации сокращается, а китайская увеличивается. Вы гордитесь, что принадлежите к восходящей нации мировой? Ну вот, остается вам только соответствовать этому. Какой главный вопрос, по которому ведутся большие споры и некоторые непонимания есть? Даже очень крупные люди, и занимающие важные государственные посты, не очень понимают. Вот не понимают, что в чем смысл принципа права на самоопределение. В чем смысл права нации на самоопределение? Вот если я поставлю вопрос по-другому. Нации должны стремиться к соединению друг с другом или к разделению друг от друга? Как вы думаете? С точки зрения трудящихся, к соединению. А с точки зрения буржуазии, зачем это нам с вами соединяться? У нас свой табачок, у вас свой табачок. Поэтому обратите внимание, как только Советский Союз под влиянием контрреволюционных сил стал совершать переход к буржуазному строю, начались кровавые национальные конфликты. Ну вот что такое Карабах, который является таким пунктом национальной напряженности и войны между Азербайджаном и Арменией? Это был какой-то маленький участок в Советском Союзе. И люди из этого Карабаха ходили и в Армению, и в Азербайджан, и вообще не считали. Что они считали? Чья это страна? Это люди из Советского Союза. Поэтому конфликтов быть никаких не могло. Ну а если буржуазные деятели пришли, так есть буржуазия армянская, есть буржуазия азербайджанская. Азербайджанская буржуазия хочет быть богаче армянской. А армянская буржуазия имеет много своих сторонников за рубежом, потому что много армян живет в той же Америке. И начинается дележ. А если начинает делиться, у нас были общие горшки. Это мой горшок. А вы говорите, нет, это мой горшок. Нет, я мой горшок. Раз ее. Она тогда позвала его, он стал в меня стрелять. Началась кровавая баня. И у нас каких только не было конфликтов. Когда началась вот эта контрреволюция, в Сумагогичи, в Чечене те же самые, ну и за что воевали? И что получили? С одной стороны, бессмысленная была война со стороны чеченской стороны, потому что, ну что, дырка будет в России, не позволит это делать, российская буржуазия не позволит. А с другой стороны, со стороны российская буржуазия. А зачем вы отдали вооружение? То, которое там было, которое было государственным, союзным отдали чеченскому руководству. А потом из этого оружия выбивали русских. То есть национальные конфликты начинаются на почве движения вспять. Вот если движение вспять идет, то начинается дележ. Что твое, что мое. Как только осуществляется переход к товарному хозяйству, а это так называемое движение на рынок и было переходом к товарному хозяйству, означает возникновение отдельных национальных рынков. А раз отдельные национальные рынки, значит они должны быть разделены. А раз начинаем делить то, что было уже издревле общим, значит будет раздор. Вы считаете, что это ваё, ваше, а я считаю, что это мое. На этой почве возникает национальный конфликт. Какие-то конфликты были в Советском Союзе национальные? Кто знает? Какие? Какие конфликты были в Советском Союзе? Что вы говорите? Когда? До того, как начался переход к капитализму. У нас когда начался переход к капитализму? Когда вас еще не было. В 61-м году. А до 61-го года были конфликты национальные? В 62-м году рабочих расстреляли. Новочеркасских, русских, национальных. Национальных, тем более, вот проблему нашли. После 61-го года началось. Ну, если правительство объявило государство общенародным и стреляет по рабочим. И по детям рабочих, которые залезли на деревья и смотрели. А? Высылали же Чечацев. Что? А что? Это я вам рассказывал, что было в переходный период, когда уничтожался Советский Союз. Нет, нет. Еще, это же при Сталине было, вот высылали чеченцев. Так высылали. Конфликтов не было, высылали. И что? А это же конфликт чеченцев. Это было военное время. Какой конфликт? Не было никаких кровавых конфликтов. Высылали государство? А крымских тадаров тоже высылались. Ну, высылали. Ну, из конфликта-то не было. Выслали, да, государство. И что? Ну, вы хотите, чтобы вас застрелили или чтобы выслали? Выбирайте. Военное время было. Военное время перемещались. А русских миллионы пришли в Берлин. Их высылали туда? А вы не заметили, что их миллионы пришли? Десятки миллионов пришли в Берлин. По всей Европе пешком. А тут, значит, некоторые товарищи, что их выслали, видите ли. Они не участвовали в военных действиях. Они снаряжали коней, которые собирались подарить Гитлеру. А их, видите ли, переместили куда-то. Немцев по Волжье переместили на всякий случай. Как и американцы на всякий случай соответствующих граждан. Переместили другой национальный. На всякий случай, чтобы не было кровавых столкновений. Кровавых столкновений не было. Кровь пролилась или нет? Нет. А когда кровь пролилась? Когда никого не перемещали. Никого не перемещали. Друг друга стали убивать люди. Которые жили мирно в Советском Союзе. Они не хотели перемещать. Молодец. Вы не захотите получать двойку, а я вам поставлю. Вы скажете, это кровавый тиран. Но это государство. Мы с вами обсуждали. Государство орудия силы. Кто спрашивает, хотите или не хотите, не спрашивают. Вот если вы на лекцию ходить должны, кто вас спрашивает, хотите или не хотите. Никто не спрашивает. Не хотите, вот, а дверь открыта. Вы думаете, зачем открытая дверь? Ну, мы поможем. Это государство. Государство. Я спрашиваю, конфликты были междунациональные? Не было конфликтов. А сейчас есть. И регулярно восприятие. В Киргизии был конфликт. Опять же, это оборуженный тоже. Недавно. А между Украиной и Россией были конфликты? Могли быть конфликты в Советской? Нет, конечно. Уже сколько убитых и русских, и украинцев. Сейчас. Как на этом фоне можно говорить о том, что кого-то там переместили? Ну, переместили. Что лучше, переместить или вот такая будет резня? Не допускали никакой резни. Кулаков переместили, они тоже были недовольны. А что, оставить кулаков, чтобы они резали животы председателям телесовета и учительницам? Не стали заводить уголовные дела, забрали и сказали, вот вам земля, стройтесь, работайте. Работников у вас больше не будет. Все. Вы ликвидированы как класс. Не как люди, а как класс. Как люди, пожалуйста, вы работайте. Наемных работников у вас больше не будет. Они все в колхозе. А вы все в Сибири. У нас и раньше народ в Сибирь ездил. И при царе. И там кандалами звенит. У нас песня когда-то рожала. Бродяга. К Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет. Это вообще государство, это суровая вещь. Когда мы говорили, что это орудие принуждения, а вы как-то слушаете, что думали, что это вот вечер поэзии, или это вот какой-то концерт государства, это машина насилия. Что такое машина насилия? Если можно не стрелять, лучше не стрелять. Если будете убегать, будут стрелять. Вы сейчас пойдите, вот сейчас есть Росгвардия, попробуйте с ней сражаться. Вас застрелят. В Советском Союзе есть же диктатура пролетариата, а вот те, которые крымские татар, которые переместили в Сибирь, они тоже пролетариаты. Татары не представляют собой, не пролетариат. И русские не представляют собой. Это смешение понятий. Вы в каждой национальности должны видеть рабочих. Да, они рабочие. И что? Которые не хотят. И что? Военное время. Вы понимаете, что такое военное время? Вы выиграли. Мы разбили Квантунскую армию. Или вы разбили Квантунскую армию? Переместили мы наших солдат, они там погибли, чтобы освободить китайский народ. А вы нам рассказываете про меня. Мы только и делали, что перемещали. Одни армии переместили туда и потеряли там. Мы потеряли 27 миллионов в этой войне. Это, конечно, не миллиарды. Но это никак не связано с ними. Очень связано. Очень связано. Потому что было военное время, когда перемещают миллионы, потом едут на восток и воюют с миллионами. Никто не хотел воевать. Американцы не хотели. Англичане не хотели. Дескать, пусть русские разобьют японскую Квантунскую армию. И русские разбили. Блестяще. И об этом молчат, между прочим. У нас не пишут. И вы, я не слышал, чтобы хорошо об этом писали. Как будто бы это просто так. Мы вам подарок сделали маленький. Сколько бы полегло у вас китайцев, если бы не разбили миллионную Квантунскую армию? Сколько бы их переместили на кладбище? Посчитайте. Но это никак не связано. Очень связано. Очень связано. Потому что национальные вопросы надо брать как серьезные вопросы в тех исторических условиях, какие есть. Перемещали не в условиях ни с того, ни с сего, а в условиях военных. В военное время перемещаются народы. Через Украину прошли люди. Два раза. Сначала немцы и наши, а потом русские и все остальные войска прошли еще раз на Украину и снова третий раз пошли обратно и ехали домой. Вот она многострадальная. Белоруссия вся была под оккупацией. У нас такая была ситуация тяжелейшая, что на фоне этой вот тяжелейшей ситуации говорить, а вот вы кого-то там переместили, малое количество людей. Малое количество людей, потому что мы демократы, потому что мы не хотим, чтобы огромное количество людей жертвовало из-за малого количества людей. Это неправильная политика, нет? Не надо? Надо интересы меньшинства поставить выше, интересы большинства. Ленин это называл эгоизмом малых наций. Вот есть такое понятие. Малые нации думают, что они будут самостоятельны и в этом самом мире. В этом мире самостоятельные нации малые быть не могут. И это вы должны вот сейчас уже тоже понять. Как только начался империализм, малые нации должны присоединиться либо к одной стороне, либо к другой. Кто не присоединится, его не будет вообще, как Ливия не стала. А в Советском Союзе тоже так? В Советском Союзе тоже так. Тоже так. Все страны социалистические, конечно, присоединялись к Советскому Союзу, пока он был сильный. Сейчас стараются и России присоединиться к Китаю, потому что Китай сильный. Как только Россия будет, это вы считаете, как неграмотный человек, неправильно. А грамотные люди понимают, что присоединяться надо к сильному, что малое государство не способно прожить в современном мире, который при империализме разделен на противоположные блоки и системы. Есть система. Китай не просуществует без России, он должен присоединяться к России тоже сейчас. Почему? Потому что если мы вычтем Россию, оторвем ее от Китая, то одним ударом Китай может быть уничтожен. Этого достаточно оружия у американцев. Китай таким свойством не обладает. Китай не обладает паритетом с Соединенными Штатами Америки. Он очень заинтересован в союзе с Россией. Россия очень заинтересована в союзе с Китаем. Вот это национальный вопрос. Почему? Потому что у нас есть паритет ракетно-ядерный, но мы выдержать не сможем, потому что у нас 1,7%, а у американцев 17% мирового ВВП. Кому непонятно, что если они будут по-крупному вкладывать в военное вооружение соответствующее, то Россия надорвется. А в такой компании, вы, наверное, не заметили, как собралось недавно совещание стран, входящих в шанхайскую организацию сотрудничества. Читали, нет? Да что, оторвались-то от Родины. Вот дают. Собралось совещание министров иностранных дел. И на этом совещании министров иностранных дел, министры обороны, стран шанхайской организации сотрудничества, в которые входят... Сколько ядерных держав? Посчитали? Россия, Китай, Пакистан, Индия. А кто пятый-то? Индия. А что, считать не умеете? Четыре. Четыре. А что-то пусть все такой, ядерные державы-то, что-то так прибавляйте, убавляйте, так запросто. То он вам народы малые переменит, а тут целые ядерные державы-ми кидайтесь. И вот эти министры обороны обсудили ситуацию в Сирии. О чем это говорит? Это человек, который понимает язык международный. Он в чем состоит? Это язык силы. Потому что вы сколько угодно можете говорить, я там независимый, я свободный, я буду бороться. Если у вас сил нет, то в этой ситуации не выставишь. Ну, понятно, что с этим Соединенные Штаты Америки обязаны считаться, ну, вот тут четыре ядерные державы. Вот они собрались вместе обсуждать. Причем, можно сказать, демонстративно. Министров иностранных дел, совещаний, не министров обороны. Никакого нет договора о дружбе и взаимопомощи. Никакого нет. А просто есть Шанхайская организация сотрудничества. И все. Вот это надо видеть. Вот мы сейчас национальный же вопрос обсуждаем. Как решают нации вопрос. А кто никуда не присоединяется? Вот Югославия. Пока был Советский Союз, никто не тронул, не мог Югославию. Пока был Советский Союз, нельзя было разбить Корею. Потому что русский, корейский летчик Иван сбил пять американских самолетов. Потому что наши летчики в небе корейском летали и сбивали американские самолеты. И китайские добровольцы там, в Корее воевали и помогали. Поэтому невозможно было победить Корею. И сейчас невозможно было стоптать Корею, потому что и Россия, и Китай при разных, так сказать, системах, тем не менее, поддержали КНДР. Вьетнам. Там самолеты американские тучами летали. А наши товарищи привезли туда системы ракетные, которые сбивали эти американские самолеты. Конечно, когда по туче ударяют, сразу пять самолетов падает. И китайские добровольцы были там. Там не поймешь, китайцы или японцы. Как сразу определить? А американцы не могли понять. Выиграл Вьетнам в итоге. А если бы не было китайских добровольцев и помощи Советского Союза, неизвестно, чем бы это закончилось. Там же убивали в деревне Сангми. 500 человек убили мирных жителей. Вот им вас не жалко. Кого-то переместили. А если их 500, они переместили. Вот переместили бы, не страшно. А вот убили детей. Вот об этом должны подумать. А это вы не замечаете. А то кого-то переместили. Это счастье, что переместили. Я вот в этом перемещенном в селе, где вот жили немцы по Волжье. Был тройки. Был командиром отряда. Жили они там, как боги. На машинах ездили себе в местную баню. Два километра, полтора по поселку. Получали много. Мы им строили второй этаж школы. У них там был кореец агроном. Председатель был у них колхоза Сикорский. Поляк. И девять русских. Остальные немцы. Изумительно хорошее отношение ко всем нам. Изумительно. Вот они к нам пришли, помогите девочку найти. Потерялась девочка. Мы пошли, вот всем отрядом искали, нашли. Нас очень там любили. Мы школу устроили для их детей. Вот нормальные межнациональные отношения. И они не скулили, что их переместили. Они прекрасно понимали, что бывают такие события в жизни. А сейчас они сами переместились. Ну захотели, уехали. Никто их не не препятствовали. Такой шум подымают. Тут народ убивает, кровь льется, не поднимают. Вот что сейчас не поднимали шум, когда в Ливии всех убивали? Все вспоминаете кого-то переместили. Если бы ливийцев переместили бы в Соединенные Штаты Америки, то, наверное, не хуже было, чем их поубивали там всех. Так. Вот значит один из выводов у нас такой, что есть такое понятие, как эгоизм малых наций. И он противостоит общей тенденции к тому, что соединяются народы экономически прежде всего. Экономически малые нации не могут создать современное производство. Они либо с одними будут сотрудничать, либо с другими, либо и с теми с другими. То есть они включаются в международное разделение труда. Вот тот же самый Тайвань, который как бы он Тайвань считает, что он независимый от КНР, а КНР считает, что он входит в КНР. Так? У них национальности один и тот. Нас национальности сейчас вообще не интересует. Государство есть такое, Тайвань, Тайваньское государство, Китай, Китай, другое государство, не КНР, а Китай, да? Они тоже китайские. А у вас не Китай, у вас КНР, Китайская народная республика, чтобы вы знали, как зовут вашего государства. Но нация и национальности один и тот. А мы о национальности не говорим вообще, мы проехали уже, а вы застряли на том месте. А вот государство два. Вот эти два государства имеют разный общественный строй. И они находятся в таком положении, что при том соотношении сил, которые есть между Китаем и Китайской народной республикой и Тайванем, Тайвань ни в какие военные действия ввязываться не может, не должен и не будет. Поэтому экономическим путем вы их все больше и больше привязываетесь к кому? Китайской народной республике. Вот и все. Что тут непонятного? Вот поэтому каким санкциями они будут присоединяться? Нам вот Китай поставляет КНР, поставляет нам станки, потому что наше станочное производство было уничтожено в 90-е годы в значительной мере. Ну, а Тайвань тоже поставляет. Почему? Потому что он будет присоединяться к санкциям, когда вы все равно нам станки поставляете. Он только прибыль не получит. Поэтому они тоже нам поставляют. Кто их вынуждает? КНР их вынуждает нам поставлять. Поэтому какая может быть там независимая политика у этого самого Тайвана? Не может быть там независимой политики у Тайвана. Хоть он сто раз независимый. Пишите здесь независимый, вот здесь свободный, есть экономические отношения, все. Или, скажем, возьмите страны, которые у нас прибалтийские, которые вышли в республики из Советского Союза. Латвия, Литва, Эстония. Ну и какая у них судьба? Они стали независимыми? Во-первых, там везде летают американские самолеты и танки стоят американские. Во-вторых, их развитием теперь командует Западная Европа и Америка. В-третьих, в той же Латвии, которая делала электрички на весь Советский Союз, поезда пригородные, завод ВЭФ делал приемники отличные, которые у всех были, тогда широко распространенные, два, микролитражки ходили, нету промышленности больше в Латвии, это аграрная страна, а как известно, продукция сельского хозяйства не нужна Евросоюзу, они задушили эту самую промышленность. из полутора миллионов латышей 600 тысяч выехал на заработки в Западную Европу. Какие заработки? Горшки моют. Кому? Там места хорошие заняты, конечно, как вот у нас гастарбайтеры выполняют грязную работу, так и эти самые латвийцы. Вот они стали свободны, независимы. Хотите независимо от меня мыть горшки мои? Не хотите? Надо подумать. Как, пойдем навстречу? Вот, товарищ, я не могу заставлять. То есть, кто хочет идти на перерыв, идет на перерыв, кто не хочет, не идет. Так, перерыв. Да. На кого бы возложить ответственность? Но не нашел. Придется мне взять ответственность на себя. Я хочу сказать, почему уничтожили североамериканские индейцы? Потому что южноамериканские индейцы можно было отрубанием руки заставить работать на хозяев. Быть, знаете, рабом. А североамериканские индейцы их невозможно было заставить. Тогда их стали убивать. Он с этим понятием нации, который дал Сталин, согласился и везде его придерживался. И это вопрос обсуждался о том, как назвать Советский Союз. Это совсем другой вопрос. Это не вопрос о нации. Это вопрос о том, как назвать. Первоначальный был вариант, что все страны образуют, вступают в РСФСР, все республики. Подумали, подумали, что для того, чтобы чувствовали себя все, так сказать, равноправными, лучше назвать без указаний. вот еще и Сталин с этим согласился. Кто организовал Советский Союз, Ленин или Сталин? Ну, кто организовал Советский Союз? Каждый год к берегам Африки, в Бразилии. Ленин умер уже. Да, в Бразилии. Ну, куда там? В Северной Америке, конечно. Ну, в 22-м году он не работал уже. Все, в 22-м году уже он лежал. Поэтому создавал Советский Союз уже Сталин. В 22-м году уже Ленин в горках был в состоянии кое-что надиктовать. Вот он надиктовал, что лучше назвать вот так. к вопросу автономизации. Когда начался контрабандный период грамотно-торговли в 19-м веке, название для людей, которые очень ранимы в плане национальном, то честно было и Ленин предложил это учесть. Это учтено Сталином. Учтено или не учено? Ну, так и в чем проблема? Вот мы с вами спорим и я учел. А вы говорите... А полно спусками мы не спорим. Нет, а вот они спорили между собой, обсуждали, а как? А как вы думаете, что Ленин был царь и бог? Ленин был уважаемый человек. А Сталин был, между прочим, генеральным секретарем в это время по предложению Сталина с 22-го года. Все это 22-й год. Вот он по предложению Ленина стал генеральным секретарем и в это же самое время этот вопрос обсуждался. Очень важный в образовании. И обсуждали, и пришли к такому выводу. И совместно это делали. Но как совместно? Совместно Ленин продолжал лежать, а Сталин все делал. Ну человек лежит, может только диктовать какое-то количество времени в течение суток. И все. Больше ничего. И запрет врачей на счастье. А не надо компенсацию тем, кто освободил евреев? Те, кто погибли при освобождении евреев? Я и говорю, что компенсация, которая, она нецелесообразная крайне, потому что она не имеет отношения. такой вопрос. Вот вы обратите внимание, столько шуму про Холокост, а почему нет шума про тех, кто освободил евреев от того положения, в котором они были при фашистах? Ну кто освободил-то? Совестники. Вот кто является героями? Вот есть вопрос о жертвах, есть жертва, есть герои. Кого надо славить, жертвой или героем? Вот я пал жертвой, на меня наехал автомобиль, в чем моя заслуга? Ну наехал на меня, сейчас я выйду, меня задавят. И вы будете меня прославлять. За что? За что, что меня задавил автомобиль? Там больше не прославление, там... А тут вдруг вот вы встали и остановили эту машину, меня не задавили. Так вас надо прославлять? Ну как-то так, ну как... Ну кто освободил-то евреев и другие народы, кто освободил от фашизма? Советский Союз, Красная Армия. А? Не только Советский Союз. Американцы и англичане. Не только, не только. Он освободил Советский Союз и не только. Не только. Не только освободил. Когда присоединились к Советскому Союзу? Кто самые тяжелые времена выдержал? Кто перелом сделал в войне с фашизмом? Советский Союз. Ну? А когда эти присоединились? Когда засветило Кабун делить сейчас Германию? Вы не обратили внимания на это? Американский капитализм работал бы на фашизму? Да. Там этого же Форда. Да. Западный фронт тоже очень важен. В апреле 45-го. Важен. Ну, важно. Почитайте, есть переписка Сталина. Она написана на председателе Совета Министров с президентом США и с премьер-министром Англии. Сталин, поскольку важен, Сталин требовал, надо это сделать. Они от него требовали начинать раньше. Да, поэтому не только Советский Союз. Не только. А кто говорит всё только? Несколько всегда, кстати, подчёркиваю, в речи о победе на Германии, подчёркиваю, что наша армия вместе с армиями наших союз. Да. Да, не только. Поэтому не только Советский Союз. Наверное, вы понимаете разницу? Даже когда запрягают лошадь, тройку запрягают. Вы не знаете, как тройку запрягают лошадей? Нет? Не знаете? Есть кореник и есть два. Два престижные. Они так головы ворачивали. Кореники. Знаете, что такое кореник? Вот основной выносят, ношу. Вот кореником был Советский Союз. А это престижные. Причём они пристегнулись очень поздно. Когда много-много погибло уже советские граждане. До окончания войны. Война сколько длилась? Четыре года. А за десять месяцев присоединились наши союзники. Ваши союзники под Доломей. Вот я сейчас буду смотреть. Сейчас на вас, кто побеждает. Смотрю, вы его побеждать начинаете. Надо вам помочь тогда, чтобы разделить. А если он начнёт вас побеждать, надо ему помочь. И потом поделить. Ваше уже поделить. Ну, это же известное дело. Если бы они с самого начала воевали. У них, когда, так сказать, они открыли второй фронт? И сколько им писалось, открывайте, открывайте. И воевали так, что давайте теперь начинайте скорее наступление. Потому что они там, у них плохо получалось. Во-вторых, их разбили. Их разбили, этих воев. Все государства эгоисты существуют. А? Все государства эгоисты существуют. Но если есть Советский Союз на поте... Не все государства, есть буржуазное государство, есть социалистическое. А у вас все государства эгоистические. Государства вообще не эгоистические. Государства эгоистами не бывают. И классы не бывают эгоистами. Вот человек может быть эгоистом. Вот вы можете быть эгоистом. Я могу быть эгоистом. Класс не бывает эгоистом. Человек должен действовать в интересах общества, а класс должен действовать в своих интересах. И называть его за это эгоистом нельзя. Это неправильно. Нельзя применять понятия, относящиеся к личности, в отношении к классу. В отношении к личности это нехорошо, если он будет только о своих интересах думать. А про класс очень даже хорошо, что класс вообще действует в своих интересах. И даже специально его еще и обучают, чтобы он действовал именно в своих интересах. У вас что-то все неправильно получается. Не знаю, кто виноват. Я, наверное, виноват. Я виноват.